Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Левышева. Час расплаты в ответ на теракт в мечети. Египетская авиация бомбит Синай. Город разбитых витрин. В Брюсселе третий погром за две недели. Из-за чего на этот раз? За проезд, пожалуйста, к больнице в Черновцах. Машины пропускают только за деньги. Чей стартап? Ошибочка вышла. Во Львовской области один лесхоз вырубил деревья на территории другого. Случайность? Прорыв или капитуляция? Лондон заплатит Брюсселю за Брекзит столько, сколько скажут. Откуда такая сговорчивость? На передовой снова потери. Двое погибших и четверо раненых украинских бойцов за минувшие сутки. Сегодня боевики продолжили атаки. География обстрелов трехизбинга Золотое Гнутова. А в Верхнеторецком армейцам пришлось даже усилить меры безопасности в жилых районах из-за серьезной угрозы для мирных жителей. Все подробности о ситуации в зоне АТО расскажет Геннадий Вивденко. Из стрелкового вооружения наши позиции обстреливают неподалеку Авдеевке. Периодически вражеские снайперы парами простреливают эти окопы. Но украинские десантники сохраняют режим тишины. Обострилась ситуация в районе Светлодарской дуги. Боевики озлобились после освобождения двух сел севернее оккупированной Горловки. Теперь на этом участке тактическая ситуация для ВСУ значительно улучшилась. Интересная стрельба идет. Работают их снайперы, пулеметчики. Иногда и обстреливают по нам с минометами. Дистанция очень близкая. Здесь в основном идут ближние бои. Дистанция где-то 100-150-160 метров. Так что здесь не очень легко. Алекс родом из штата Рот-Айленд, США, выполнял миротворческую миссию в Афганистане и Пакистане как военнослужащий американской армии. Он приехал в Украину, на родину предков. Ведь его дед из Винницы здесь нашел супругу из Донбасса. Теперь военнослужащий украинской армии. Я приехал сюда, чтобы защищать Украину. Служу в грузинском легионе. Чтобы попасть сюда, мне пришлось проделать долгий путь. Моя жена из Донецка. Скоро у нас появится ребенок. И я надеюсь, что он вырастет в свободной стране, а не на оккупированной территории, как сейчас. По нам идет очень серьезный артиллерийский огонь. И, скажем так, обороняться нечем. Вся артиллерия отведена от линии фронта. И нам приходится отстреливаться вот этим. В районе освобожденных поселков, вблизи города Новолуганское, под Горловкой, также били по нашим позициям из 82-мм минометов. Вчера обстреливались взводные опорные пункты. То есть и сегодня уже был один обстрел. То есть мы как бы каждый день, в принципе, наша смога обороны обстреливается противником. То есть мы как бы, мы ожидаем каждый день, ну, каждый день ожидаем обстрелов. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Минимум 306 боевиков готовы обменять Украину ради освобождения 74 украинских пленных. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, украинская сторона готова обсуждать списки заложников, и Киев пойдет на любой компромисс. На сегодня, по данным СБУ, заложниками считаются 158 украинцев. Но известно о местонахождении лишь 87. Процесс освобождения пленных Украина надеется обсудить 29 ноября на очередном заседании в Минске. Тем временем стало известно о серьезном ухудшении здоровья политзаключенного в России Александра Кольченко. Из-за значительной потери веса он был госпитализирован. Об этом рассказала его мать Лариса. Недавно ей удалось на несколько минут увидеть сына. Сегодня Александру Кольченко исполнилось 28 лет. Он отбывает уже четвертый год заключения в российских тюрьмах. В поддержку политзаключенного правозащитники организовали флешмоб «Напрасное ожидание». Акция эта проходит в аэропортах Киева, Львова, Праги, Астаны, Варшавы, Риги и многих других городов. Активисты выходят с табличками, на которых написаны имена устников Кремля. Напомню, крымчанина Александра Кольченко задержали российские силовики в мае 2014 года вместе с режиссером Олегом Сенцовым. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Кольченко приговорили к 10 годам колонии. Правозащитные организации считают обоих политическими заключенными. Ответный удар. Египетская авиация бомбит Синайский полуостров. Цель воздушной атаки базы террористов ИГИЛ. Это реакция властей на теракт в мечети. В пятницу во время молитвы боевики уничтожили более 300 человек. О том, что происходит на Синае сейчас, расскажет Сергей Услендер. В Египте трехдневный траур. События на Синае потрясли вроде бы привычных ко всему египтян. Такое количество жертв невероятно даже для страны, где теракты происходят почти ежедневно. Больше 300 убитых, среди них много детей. Все разговоры, новости и сообщения сейчас только о том, что произошло. Даже когда один человек умирает, это трагедия. Для его детей, близких, семьи. Это ужасно, когда человек погибает, держа на руках своего ребенка. «Господь оставил нас. Где же вера? Где ислам, к которому они призывают?» Власти наконец-то должны отреагировать на это. Я не хочу просыпаться каждый день и слышать, что кто-то снова умер. Сыт по горло. Мы же не в джунглях живем. В стране должно быть безопасно. Но вот безопасной страны уже нет. На Синае Каир давно и безуспешно ведет войну с террористами исламского государства. Там уже сосредоточен крупный воинский контингент с тяжелым оружием, бронетехникой и авиацией. И все равно перелома нет. Теракты продолжаются. Нападения на армейские посты стали чуть ли не ежедневными. Противостоять террору, такому натиску, египтяне просто не способны. И, ну, как вот указывает на это глава израильской комиссии Кнессета по обороне и внешним делам Эвидихтор, судя по всему, есть пробелы в сфере сбора информации, в сборе разведывательных данных. То есть, если дела обстоят так, то действительно ситуация, она угрожает. Причем не только Египту, она угрожает и Израилю. Египетская армия оказалась не способной вести войну третьего поколения против мобильных террористов, которые наносят чувствительные удары, но при этом у них нет главного штаба, который можно уничтожить. Кроме того, уцелевшие боевики ИГИЛ после поражения в Ираке и Сирии перебираются на Синай, чтобы продолжать войну. В боевые действия уже вмешался Израиль. Его авиация наносит по боевикам удары, а разведка делится с египтянами информацией. Согласно условиям мирного договора между Израилем и Египтом, Каир не может иметь на Синайском полуострове военные части. Там категорически запрещено размещать бронетехнику и артиллерию. Но Иерусалим уже несколько раз давал на это свое разрешение. Здесь прекрасно понимают, если не позволить египтянам воевать с террористами, придется делать это самим, со всеми возможными последствиями. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. ИГИЛ грозит терактами и Европе. На Рождество. Об этом сообщает Daily Mail. Боевики исламского государства начали распространять агитационные материалы, в которых призывают своих сторонников к атакам на ярмарках. Рассылают картинки с лозунгами с помощью мессенджеров. Фото с надписью «Скоро в ваши праздники» с изображением боевика и Санта-Клауса обнаружило британское киберагентство. Журналисты выяснили, что подобные агитки появились в Европе после того, как в Германии задержали 6 человек, подозреваемых в подготовке теракта. А Ирану угрожает Европе увеличить дальность своих ракет. Об этом заявил замглавы Революционной гвардии Ирана генерал Хосейн Салами. Тегеран может нарастить дальность полета баллистических ракет до 2000 километров в случае угрозы со стороны государств ЕС. По мнению Салапи, Евросоюз стремится разоружить Иран. Напомню, Тегеран и западные страны согласовали условия иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от нее в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года. Дыры снова зазияли в витринах Брюсселя. Очередные массовые беспорядки, как результат массовые аресты. Кто и почему крушил африканский квартал города, знает Елена Абрамович. Все начиналось как мирная демонстрация. Десятки людей с плакатами вышли на площадь в африканском районе Брюсселя с требованием отреагировать на факты рабства в Ливии. Поводом стал документальный фильм-расследование американского канала CNN. Журналисты раскрыли рабовладельческие сети. Возмущенные люди недели ранее провели демонстрации в Париже. Французский президент Эммануэль Макрон призвал ввести санкции против работорговцев. И вот теперь митинг в Брюсселе. Мы сегодня вышли с африканской молодежью, чтобы защитить наших братьев в Ливии. И не собираемся просто ждать. Мы боремся за их свободу. Людей продают в рабство. На это нельзя закрывать глаза. Мы требуем уважения к людям, уважения к черным, жителям Африки и людям в целом. Митинг длился недолго. Внезапно в толпу влились около 30 молодых людей, которые начали крушить все вокруг. Пострадали несколько магазинов и офисных зданий. Нападали и на прохожих. На видео с камер наблюдения видно, как группа молодых людей набросилась на пару, стоявшую возле машины. Позже полиция установила. Большинство агрессоров – юноши в возрасте 15-18 лет. На самом деле, это молодые люди, которые пользуются случаем. Во время массовых скоплений людей, митингов, не имея к ним отношения, они просто устраивают погромы и грабежи. Водомет, вертолет, десятки арестов и порядок в бельгийской столице восстановлен. Но надолго ли? Только за последние две недели. Это уже третий случай, когда полиции приходится разгонять молодежь на улице. Ранее погромами закончилась встреча юного блогера со своими поклонниками на одной из площадей города. До этого драки устроили футбольные фанаты. После победы – сборная Марокко. Чтобы оперативно реагировать на такие ситуации, местные власти увеличили количество полицейских на улицах. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейский бюро телеканала «Интер». Папа Римский почтил память жертв Голодомора в Украине. Понтифик упомянул о трагедии во время своей воскресной проповеди. Рассказал, что часто молятся за Украину. Франциск пообщался с украинскими паломниками, которые вместе с другими верующими собрались на площади Святого Петра в Ватикане. Между Угандой и Тринидатом и Табаго. Украина оказалась среди стран с самыми опасными кланами. Рейтинг составили эксперты Всемирного экономического форума. Безопаснее всего жить в Финляндии и Норвегии. А вот последние места в списке занимают страны из Центральной и Южной Америки. Самые опасные бандитские группировки Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Ямаки и Колумбии. Украина 113-я из 137 стран. Для сравнения, Россия на 86-м месте, а Молдова на 94-м. И как подтверждение этого рейтинга, в Киеве неизвестные с ножом напали на мужчину возле обменного пункта. Произошло это вчера вечером в Дарницком районе столицы. Мужчина вышел из обменника и сел в машину. В это время к нему подбежали трое, разбили боковое стекло, брызнули из баллончика и ударили ножом в спину. В ответ он несколько раз выстрелил из пистолета резиновыми пулями. Нападавшие скрылись, не забрав деньги. Потерпевшего госпитализировали. Двое мальчиков 4 и 6 лет погибли в результате пожара в Ревненской области. Дети отравились угарным газом. Пожар вспыхнул около двух часов ночи. Родителей в это время дома не было. Мать с отцом поссорились и ушли, оставив детей без присмотра. Пожарные заявляют, что мальчики играли со спичками. В полиции открыли уголовное производство по факту невыполнения родительских обязанностей. В Николаеве этим утром в парке застрелился пенсионер. Все произошло на глазах у прохожих, один из которых и вызвал полицию. Друг погибшего сообщил, что он был тяжело болен и не хотел стать обузой для своей жены. Денег на лечение у семьи не было. Откуда у пенсионера пистолет сейчас устанавливают следствие? У него проблема, ребята, со здоровьем огромная была. Он с позвоночником мучился. Детей нет у него, к сожалению. И еще один мужчина застрелился на остановке в Святошинском районе Киева вчера поздно вечером. По словам очевидцев, мужчина выстрелил в себя из револьвера. Он скончался в машине скорой помощи. Погибшему было около 60 лет. Все обстоятельства этого инцидента сейчас выясняют следователи. Заплатил, проезжай на лечение. В Черновцах врачи дополнительно зарабатывают на пациентах. На территории одной из городских больниц теперь берут деньги за парковку. Сколько стоит проехать и насколько законна такая коммерция, разбирались мои коллеги. Об инциденте с парковкой в городской больнице рассказал житель Черновцов Максим Полагнюк. В соцсетях мужчина написал, как вез родственника инвалида на процедуру. За проезд на территорию больницы охранник потребовал заплатить. Мы решили сами проверить, действительно ли въезд на территорию больницы теперь платный. Почему проезд на территорию больницы платный, мы спрашиваем у главврача. Тот отвечает, дескать, учреждение имеет право зарабатывать деньги и даже показывает соответствующий документ. В областном департаменте здравоохранения объясняют, подписывали исключительно прескурант услуг. А вот способы заработка главврачи ищут сами. Дескать, сделать платный въезд додумались только в одной городской больнице. Управление запретить это не может. Стоянки на территориях, если и есть, как и в лековольных закладах, они, конечно, должны быть безкоштовны. В областных закладах у нас нет такой парковки, которая бы совершила соответствующий дать платных услуг. В соцсетях такая коммерция медиков вызвала волну обсуждения. Но юристы советуют не спешить с выводами. Ведь согласно постановлению Кабмина, медучреждения действительно могут зарабатывать деньги на парковке. А вот активисты уверены, на такой способ заработка главврача толкнула нищета. Было бы очень хорошо, если бы бля каждой лековольной установки были обладнаны специальные парковки. Хай они будут платные, хай там будут местные инвалиды, но это все будет цивилизованно. Но где взять деньги? Это если нет денег, он уважает материальную техническую базу лековольных установок. После скандала в больнице уже подумывают и вовсе запретить въезд на территорию. За исключением машин скорой помощи. От греха подальше. Инна Томина, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Темный лес. Во Львовской области работники одного сельхоза вырубили сотни деревьев на территории другого. Якобы случайно. И вроде бы как перепутали. Как отреагировали соседи и во сколько обошлась государству? Это странная ошибка, знают мои коллеги. Один миллион гривен потерял госбюджет из-за действий работников Доброгостовского лесничества во Львовской области. Такую сумму назвали в госэкоинспекции. Лесничие якобы вырубили 190 абсолютно здоровых деревьев. Да еще и не на своем участке. Сосны, дубы и ольху спилили на территории коммунального предприятия Галсель-Лес. Отвели земельную территорию, соответствующий квартал, по трубку Державному лесгоспу. Хотя по факту, по наявных всех документах соответствующих и по плану о картографических материалах, данный отдел относится к Галсель-Лесу и межует с государственным предприятием. Главный лесничий Доброгостовского лесничества показывает грунтовую дорогу, которая уже несколько десятков лет разделяет их территорию и земли Галсель-Леса. Утверждает, лес вырубил законно и на своем участке. Рубку провели, чтобы расчистить дорогу накануне зимы. Но в Галсель-Лесе утверждают совершенно другое. Свою территорию они показывают на электронной карте. Утверждают, вырубили именно их лес. В ведомстве лесных хозяйств только разводят руками. Дескать, руководствовались теми картами, которые предоставили чиновники землеустроительных организаций. Вот карта проекта формования территории, на которой территория, которая нас интересует, то есть карта 109 Уличинского лесничества, вырезана была из какой-то другой карты, наклеена сверху. И, соответственно, она почему-то закрывала кусочек, который належит Галсель-Лесу. А почему вы перепроверили эту карту? Вы скажете, что она была с какой-то наливкой? Ну, это не наше повноважение. Теперь в этой запутанной истории будут разбираться следователи. Работники госэкоинспекции уже в ближайшее время передадут все материалы в прокуратуру. К слову, в Галсель-Лесе нас заверили. На спорной территории уже этой весной посадят новые деревья. Александр Просяник, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер, Львовская область. У берегов Ливии утонули более 30 мигрантов. Среди них женщины и дети. Две лодки с сотнями беженцев на борту потерпели крушение в Средиземном море. Причиной трагедии, по словам представителей военно-морских сил Ливии, стал перегруз суден. При этом береговой охране удалось спасти около 200 человек. Только с начала этого года около 3000 мигрантов утонули и пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море. Преимущественно они плыли из Ливии в направлении Италии. Первое судно начало тонуть, прежде чем мы добрались до него. Береговая охрана вышла в море, как только услышала сигнал бедствия. Когда спасатели прибыли на место, обнаружили группу людей, цепляющихся за тонущую лодку. Только там удалось спасти около 60 человек. Откупились. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе получит за свою отставку 10 миллионов долларов компенсации по жизненную президентскую пенсию. Такую сделку заключили с ним новые руководители страны. Мугабе выплатит около 5 миллионов наличными сразу, остальное частями в течение нескольких месяцев. А пенсия составит 150 тысяч долларов в месяц. Именно такой была его зарплата, как президента страны. В распоряжении Мугабе и его супруги оставили особняк в столице. Им положена также охрана, отдых за рубежом и медицинские услуги. Все за счет государства. 6 человек погибли и более 200 получили ранения в Пакистане. Таков итог столкновения силовиков с активистами исламского религиозного движения. Противостояние началось после того, как полиция попыталась разогнать палаточный лагерь активистов. Люди оказали сопротивление. Спецназ применил водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Митингующие в ответ забросали правоохранителей камнями, стали сжечь автомобили, покрышки. Активисты требуют отправить в отставку министра юстиции страны. Они обвиняют его в богохульстве, так как в новом тексте присяги для кандидатов на выборах исчезло упоминание пророка Мухаммеда. Заплатит по полной Лондон. Наконец-то договорился с Брюсселем о цене Брекзита. Точнее, согласился на условия Евросоюза. Газета Таймс утверждает, что Британия потратит на развод не 40 миллиардов фунтов, как хотела, а гораздо больше. И якобы сумму народу вообще решили не сообщать. Но информацию издания пока никто не подтвердил. Что же говорят официально, знает Светлана Чернецкая, поскольку она в Лондоне. В Евросоюзе разрабатывают план Б, хотя и очень надеются, что его никогда не придется применять. Это худший из сценариев, если Британия уйдет по-английски, не прощаясь. Но пережить катастрофу легче, если к ней подготовиться уверены в ЕС. Последние недели показали, что договариваться Лондону и Брюсселю очень сложно. Поэтому в Евросоюзе создали специальную рабочую группу, которая готовит программу экстренных действий. И это совершенно отдельный организм. Он никак не контактирует с переговорщиками от Евросоюза, чтобы не навредить договоренностям по Брекситу. Все-таки Брюссель заинтересован в достижении выгодной сделки, а не в радикальном разрыве отношений. Пока застряли на цене вопросы. Британия готова заплатить 20 миллиардов за развод. В ЕС требует не менее 60. Суть не в требованиях, а в том, сколько действительно должна Великобритания по закону. И мы всегда говорили, что определить цену будет совсем непросто. Но сколько бы мы не были должны, мы заплатим. Мы нация, которая платит по долгам. Впрочем, конечно же, мы будем торговаться. Лондон не меньше Брюсселя нуждается в сделке по Брекситу, чтобы не навредить экономике страны, повергнув ее в хаос. Впрочем, ЕС считает, что Соединенное Королевство уже на краю пропасти. Там опасаются краха правительства Терезы Мэй. А с новым руководством страны и договариваться придется по-новому. То есть, все либо затянется на еще больший срок, либо закончится провалом. Ключевой момент по Брекситу наступит в середине декабря, когда лидеры ЕС соберутся на очередной саммит. И, похоже, Лондону придется уступить в вопросе денег, чтобы показать, что с ним можно договариваться. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Против чего митинговали женщины по всему миру? Кто обещает доказать, что земля все-таки плоская? И почему производителям китайских подделок стоит задуматься о своем будущем? Обо всем этом в нашем обзоре. Женщины против насилия. Сотни демонстранток вышли на улицы Мехико, требуя положить конец моральному и физическому насилию. В прошлом году из-за побоя в стране погибли более двух с половиной тысяч женщин. И ситуация по-прежнему тревожная. Свои права в день борьбы против насилия отстаивали и жительницы европейских столиц. В Италии, Франции, Португалии, Швейцарии прошли массовые митинги. Память погибших от насилия женщин почтили минутой молчания. Извержение неизбежно. На туристическом острове Бали активизировался вулкан Агунг. Он уже выбрасывает столбы дыма и пепла высотой почти 4 километра. Власти объявили красные предупреждения для самолетов. Международный аэропорт закрыли. 2000 пассажиров ожидают свои рейсы. Последний раз Агунг извергался в 1963 году. Тогда погибли более полутора тысяч человек. Поэтому в сентябре нынешнего года, когда вулкан проснулся, из ближайших городов эвакуировали 100 тысяч 40 жителей. Некоторым до сих пор не разрешают вернуться домой. Японцы планируют следующими ступить на Луну. Уже в ближайшие три года правительство отправит астронавтов. Они будут принимать участие в международной программе по строительству модульной среды обитания на окололунной орбите. Японцы надеются, что это поможет не только собрать уникальные научные данные, но и подтянуть развитие космической отрасли в стране. А вот 60-летнему американскому энтузиасту полет в космос пока не светит. Калифорнец Майк Хьюз хотел доказать, что Земля на самом деле плоская. Для этого построил ракету и собирался запустить в эти выходные. Но местные власти запретили. Майк не унывает, если нельзя отправиться в космос с территории США, соорудить стартовую площадку в другом месте. Мужчина верит, круглая форма планеты – это на самом деле миф, придуманный НАСА. Бой китайским подделкам. В Британии придумали умные этикетки, с помощью которых можно узнать липу. В них встроен специальный микрочип, где записано, кто где и когда изготовил и запаковал продукт. Чтобы считать информацию, нужно навести камеру смартфона на этикетку. Каждый знак одноразовый. После того, как упаковку откроют, он деактивируется. В прошлом году в Китае зафиксировали 170 тысяч нарушений интеллектуальных прав и задержали почти 20 тысяч подозреваемых в подделке продукции. Рекордные 7,9 миллиардов долларов потратили американцы в Черную пятницу. И это только в интернете, подсчитали аналитики. Сумма оказалась самой большой за всю историю распродаж. Например, в прошлом году, после Дня благодарения, интернет-магазины заработали на 18% меньше. А впереди еще Киберпонедельник – онлайн-аналог Черной пятницы. Эксперты ожидают, что тут американцы не поскупятся и выложат больше 6,5 миллиардов. Это все новости на сегодня. Доброй вам ночи и до встречи завтра.